Да! Культуры, методист экспозиционного и выставочного зала Вятского художественного музея имени Виктора и Аполлинария Михайловичей Воснецовых. Лиза, привет! Привет! И мы сегодня представляем книгу историка-искусствоведа и художника из Великобритании Сьюзи Ходж «Мировое искусство в 100 главных шедеврах». Работа, которая важно знать и понимать. Издательство «Миф» рекомендованный возраст 18+. Вообще, с помощью этой книги каждый читатель раскроет секреты 100 знаковых произведений «Мирового искусства» и узнает мотивы и толкования авторского замысла. Лиза, у тебя было два ярких знакомства с этой книгой в музее, когда мы с тобой встретились, и в домашней обстановке с родными. Поделись этими мнениями с нами. Ну, во-первых, когда мне предложили ознакомиться с этой книгой и дать свое мнение, я ее нашла в первую очередь в электронном варианте, и у меня сложилось впечатление, что это книга формата А4 с глянцевой обложкой, ну, которую вот прямо садишься дома, уютно, кресло открываешь, листаешь, вот такого формата. И когда мне Ксения принесла, я увидела, что это формат А5, и я немножко смутилась, то есть у меня прямо произошел разрыв ожидаемого и действительности. Но я такой человек, который не поддается первым впечатлениям, собственно говоря, как и про искусство, мы сегодня об этом же говорим, не стоит поддаваться своим первым впечатлениям, нужно узнавать дальше, идти дальше. И эта книга оказалась интересна. Я решила, ну, так как я с искусством связана, проэкспериментировать на своих детях. И такой вот формат очень удобный именно для работы с детьми, небольшой, когда на развороте страниц с одной стороны есть иллюстрация, а с другой стороны есть достаточно краткий, очень понятный текст. И я дома, у меня две дочери, одной 11 лет, другой 15 лет. Честно скажу, они искусство не любят, в музей к нам не ходят, и стандартный подростковый образ, что музей это скучно, искусство это не для молодежи. Вот это всё про моих детей. И я здесь рискнула. Я говорю, дети, а знаете, мне тут такую книгу принесли, а хотите? И зацепила их, и мы вместе с детьми минимум два вечера листали и, представьте, обсуждали и современное искусство, и искусство прошедших эпох, которые являются классиками, в общем, мировыми классиками. Вот такая история. Я вчера тоже с мамой 12-летнего сына общалась и рассказала, что вот сегодня у меня будет вот такой потрясающий гость. Спасибо. И я говорю, у меня мечта сделать, собрать знакомых и родителей, и детей и приобщить к искусству. Она говорит, так это, наверное, скучно будет. Я говорю, ну, Лиза как раз является автором интерактивной экскурсии с телефоном для школьников 12+, секреты русской усадьбы. И в рамках выставки усадьбы и парки в произведении современных московских художников вот сделала такую интересную интерактивную выставку, что и школьникам тоже интересно. И она говорит, ну, слушайте, тогда стоит и прийти, как раз заинтересовать-то молодое поколение. И вот, Лиза, вопрос такой. Если бы тебе нужно было быть разработчиком выставки, вятском музее, мировое искусство в 100 главных шедеврах, работы, которые важно знать и понимать детям с 12 лет, да, это уже не для взрослых, а всё-таки для детского поколения, что бы ты придумала? Вот, кстати, хороший классный вопрос. Я именно об этом спросила своих детей, когда мы листали книгу Сьюзи Ходж как раз. Я говорю, вот дети, вот вы идёте в музей, а что бы вы там хотели видеть? И мне понравились ответы, я удивлена. Ведь наши дети — это поколение альфа, они мыслят совершенно по-другому. И мыслят на самом деле очень классно. И вот моя старшая дочь сказала, мама, знаешь, мне было бы интересно смотреть, когда на одной выставке представлены разные шедевры, как современные, то есть там 2000-х годов, да, так и предшествующих эпох, и им любопытно сравнивать и отвечать на вопрос, а почему так? Младшая моя дочь, ей 11 лет, мне было бы интересно смотреть более современные искусства, то есть произведения, мне они более понятны. Вот и ответ. Я всегда считаю, чтобы сделать любой какой-либо проект, продукт, спросите аудитории, а вам что хочется? Когда я продумала свою экскурсию, я же вышла от родительской боли, что дети всё время сидят в телефоне, ну невозможно оторвать их от телефона. Я подумала, почему бы нет, а почему бы им не разрешить воспользоваться их любимым телефоном? И проэкспериментировала на своих детях, как всегда. И первые мои слушатели, они у меня очень такие критики серьёзные, они меня не жалеют, и чувства моих материнских не жалеют. Они мне сказали, да, мам, вот это интересно. Я думаю, здорово. Спрашиваем детей, спрашиваем, на самом деле они такие интересные идеи подают. Они так мыслят нестандартно, по-другому. И если мы хотим быть интересны им, мы должны их спрашивать и привлекать. И вы увидите, дети готовы сотрудничать. Им важно, что к ним прислушиваются. Ну это кайф просто. Они после просмотра книги случайно не захотели посетить музей, где представлены эти произведения? Ну так как тут неполное собрание всех произведений. Какой вопрос они задали? Про музей, кстати, я их спросила, они так. Понимают, что я их приведу всё-таки ближе к традиционному искусству. Но что мне понравилось? Вот сейчас поколение такое, и дети мои не исключение, которые не любят читать книги в бумажном варианте. Вот прямо, ну вот, большинство из них. Удивительно, что вот эту книгу Сьюзи Ходж, когда я присла домой, она новенькая, она хрустящая, она так вкусно пахнет. И именно дети мои сказали, мама, по листа. И они нюхали её. И после прочтения, по крайней мере, моя старшая дочь сказала, мам, а давай ещё посмотрим, а давай ещё. Для меня это было, знаете, чуть валерьянку не пошла пить, это счастье, я думаю. Серьёзно? Спасибо большое. Тут получилось таких три мнения даже, да, о книге? В завершении программы у нас есть традиция. Вопрос следующему гостю задаёт тот, кто был на прошлой программе. И вопрос от Алексея Торопова звучал так. «Где искать вдохновение и где искать источник для новых эмоций?» Вот этот отличный вопрос, его очень часто задают творческим людям, художникам очень часто задают. «А где искать вдохновение?» Вот везде. Ведь всё зависит от нас с вами, как мы умеем на этот мир смотреть. Что нас впечатляет, что нас вдохновляет. Я могу выйти и увидеть, не знаю, дерево и с изогнутыми ветвями сказать «Вах, вот это здорово!» Как графично, как ритмично я хочу это нарисовать, да, мне или это дерево сделало сегодня мой день. А кто-то увидит милого котёночка, скажет «О, здорово!» Слушайте себя, вот изучайте себя, изучайте свои эмоции, убирайте из головы все шаблоны. Мы каждый раз разные. И каждый раз нас может удивлять тоже разное. Это надо услышать и захотеть. Самое главное — это услышать и увидеть. Я бы ответила так. Спасибо. А теперь твой вопрос к следующему гостю. Я свой вопрос подсмотрела. Честно признаюсь, у нашего с вами автора Сьюзи Ходж. У неё есть ведь серия книг. Она написала, по-моему, около ста книг. Я видела такую информацию. У неё есть такая интересная книга, которая называется «Почему в искусстве так много голых людей?» Рекомендованный возраст 6+. Вот я хотела бы вот этот вопрос задать нашему следующему гостю. Вот уже ответ найдём на следующей неделе с вами. Да, спасибо. Сегодня мы познакомились с книгой «Мировое искусство в 100 главных шедеврах». Автор Сьюзи Ходж, переводчик Ольга Быкова. Если вы смотрели на шедевры искусства и задавались вопросом, что он означает, эта книга поможет вам найти ответ. С вами были Ксения Шамова и Елизавета Марасанова в программе «Да».